Сегодня сотни гаражников московских собрались возле администрации президента. Для чего? В преддверии прямой линии президента с народом, которая будет 14 декабря, все вместе, здесь не меньше, не знаю, 500 человек, наверное, не меньше, заявить о том, что в Москве происходит варварство, уничтожение имущества граждан беззаконное. Тысячи и тысячи гаражей за последние годы, сотни тысяч, снесены без всякого на то обоснования, без должной компенсации, часто вообще без компенсации. Нас уже снесли в период фендемии, дали три дня, нас не собрали, и всех под бульдозер снесли, даже вещи не дали вынести, что там было. Издевались просто, по-хамски относились, просили мы хотя бы вынести нам свои ракушки, даже не дали вынести ракушки, просто по-хамски, безобразие какое-то. У нас в основном все пенсионеры, инвалиды, всем уже под 80 лет. Как называется гараж? Северянин, Ярославское шоссе. Компенсацию не получили? Ничего нас не следует, нам даже не дали ракушки вывезти, обещали компенсацию, отказали, мы куда только не обращались, и в суд ходили все, везде отказ, просто издевательство над нами. И сколько это еще будет продолжаться, имущество граждан, законное, они годами это имущество обихаживали, за него платили, платили аренду. Оно им законно было предоставлено в разные времена. Сейчас признается самостроем, сносится, это действительно просто варварство, дикость. Поэтому мы уже проводили за последнее время и конференции, и круглые столы, писали массу обращений в московскую мэрию, пока ситуация с места не сдвигается, и до сих пор продолжаются в ряде районов вот эти незаконные сносы. Вы являетесь председателем стоянки «Дружба» в Восточном обруке, улица Торбекова, 3-5. У нас намечен снос гаражей, и хотят произвести это до Нового года. Гаражи основывались в 93-м году. Их получили люди, прошедшие горячие точки Чернобыль, ветераны правительства, мэрии. А теперь их просто сносят. И это им давалось типа как поощрение от властей. А сейчас наши власти на это смотрят сквозь пальцы. Мы хотим отстоять вообще гаражи. Компенсация, ну, она же копеечная. На него ничего не купишь. Договор еще не расторгнут, но уже на нас очень давят из управы. Когда с ними выходишь на разговор, они говорят такую вещь, что у города столько денег, что они как в сару в них роются. И денег хватит на любую реконструкцию дворов, снос стоянок и прочее-прочее. Может, пора уменьшить бюджет города. Будем добиваться того, чтобы гаражи были сохранены, введен мораторий на снос, а те, кто уже пострадал от сноса, получили достойные компенсации. А вы, как депутат, какие можете приложить к этому усилия? Как депутат могу приложить усилия по внедрению в жизнь нашей общей идеи о моратории. Но, конечно, это вопрос федеральный и вопрос общероссийский, потому что это происходит не только в Москве, но в Москве особо остро этот вопрос стоит. Поэтому будем добиваться на уровне Москвы хотя бы мораторий. А вот у вас до 26-го года мораторий, скажите, пожалуйста. А они же снесутся до 26-го года. Поэтому мы сюда и пришли, чтобы нас увидели, вас увидели, активистов, и не снесли.